вопрос расскажите нам про почки почки 1 почки 2 я значит вот тут на прогулке то что я знаю если ваш мой рассказ удовлетворить я пожалуй начну так сказать кратко без всяких яких почки почки важный орган парный орган который поддерживает постоянство внутренней среды организма вернее помогает поддерживать но более важна роль которую современная физиология не знает просто не знать но зато было очень хорошо известно физиологии так сказать тонкой древних целителей физиологии там аюрведы йогов это то что почки удерживают жизненную энергию и так представляем себе вот мы мешок с костями как бы сказать что он там сам образовался как правило за этим мешком с костями и прочим прочим набитым находится тонкое тело вернее тонкие тела вот эти тонкие тела за счет вращения чакр чакра колесо переводе умудряется брать энергию то есть мы строимся с уровня пустоты из этой пустоты мы за счет вот это вот вращение черпаем энергию то есть вращение позволяет оттуда значит брать энергию и эта энергия начинает строится и распределяться сначала в тонкие тела а уже по подобию тонких тем строятся толстые тела физически физическое тело и вот вот этот вот ручеек от ну будем так с уровня чакр вращения с тонкой энергией которые берут да и как бы сказать разливают по всему нашему телу насыщая естественно все ткани клетки атомы матом и прочее 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 потом уходит вместе с мочой то есть круто у нас субстанция живая а кровь это как раз проходит через почки и из крови у нас образуется моча так вот если почки плохо держит жизненную энергию то человек довольно таки быстро зачахнет у древних целителей даже была такая пословица если слабое сердце но сильные почки человек прорвет сто лет то есть сердце просто качает а вот держат жизненную энергию как раз почки вот это так сказать экскурс в тонкую физиологию и в самое главное что что для нас является почки конечно и очищающие кровь поддерживающие постоянства значит кровяного состава этого ну тут еще и печень влияет ну так вот почки значит помогает нам чистить вернее поддерживать нужный состав крови по разным параметрам это не значит что они там чистят чистит круг больше печени а вот там больше поддерживает состав крови ну и выводит азотистые шлаки вот то есть почки целиком зависит от того что находится в крови и теперь мы начинаем эту цепочку исследовать что на них может влиять на почки сильнейшим образом конечно влияет все что имеется там в крови и в первую очередь начнем мы с разного рода таких повреждающих факторов как микробы микробы грибки там вирусы что там такое то есть как только у нас начинается какая-то инфекция в организме это инфекция естественно стоком крови попадает в почки и и вот тут то и начинается с почками проблемы поэтому после любых этих инфекционных заболеваний могут возникать проблемы с почками проблемы с почками какие может быть там воспаление далее это воспаление приводит к тому что начинается там образование различных кунглумератов которые превращается в песок и камушки вот который сначала лежат мирно а потом начинает давать о себе почечными коликами и прочими неприятными вещами поэтому первое это инфекция инфекция в организме закономерно будет отражаться на состоянии почек вот тут значит надо стараться применять разного рода естественные препараты травы от инфекции так потом смотрите так как кровь это у нас вода то качество воды также влияет на почки существует как бы сказать такая закономерность чем жестче вода тем люди проживающие в регионах жесткой водой больше болеет почечнокаменной болезни то есть она способствует отложению поэтому здесь надо выделять внимание что мы пьем как выпьем мягкости воды значит очень хорошо это талую воду пить талая вода дробит разную ерунду в том числе и в почках вот и выводит это испытал на себе действие могучие действие талой воды при этом желательно не мешать работать там талой воде то есть я при этом где-то голодал дней восемь и вот такой получил эффект мощный неожиданный который меня не ожидал и был неподготовлен то есть талая вода что такое талая вода как это талая вода это смотрите мои видосы они просто так там далее мягкая вода значит мягкая вода делается в зависимости от того что там ну будем смотреть какой там чай в это или фильтр применяйте то есть вот и существуют различные там насколько я понимаю различные какие-то коралловые клубы там коралл умягчает создает необходимые там минеральные составы это все хорошо влияет на организм на почки ну вот использование таких чаев есть почечные чаи куда входит спарыш птичий горечь горец вот они делают воду мягкой это сразу же на вкус чувствуется вот такая вот мягенькая вода будет хорошо промывать почки будет все это такое далее о питьевом режиме это не значит что тут надо постоянно хлебать вот наш организм устроен так что он следит по всем параметрам сколько воды в организме что в этой воде находится и прочее прочее лишние выбрасывается поэтому не надо заливать себя так сказать это как там скатали надо постоянно с этими бутылками ходят я смотрю на этих людей которые собственной головой не рассуждают не доверяется чувству жажды то есть у нас есть чувство жажды потому что даже вот мы выпили воды она нам не нужна то есть у нас должно быть определенное количество воды а мы выпили ее вот якобы для того что надо пить воду мы ее выпили и как правило через какое-то время в течение ближайшего получаса часа мы уже идем в туалет ее выливаем как ненужную то есть ненужное поступление жидкости в организм накладывает на него дополнительную работу все должно быть знаете как-то как-то нормально в должном количестве и не слишком как правило в течение дня а там кстати эти самые макробиоты выявили сколько там надо пить мужчине сколько там пить женщине там примерно так вот вот так смотрите на цвет своей мочи если она у вас становится слишком концентрирована можете добавить плюс если вы на жажду не ориентируйтесь или вернее жажда особо нет а моча такая концентрированная значит пьете жидкости побольше немножко но не то что с этой бутылкой ходите как как с цистерной катите вообще кошмар какой-то идиотизм с этими бутылками ходить хлебать просто идиотизм я так считаю вот так о воде сказал о количестве воды сказал далее значит что касается там опять таки еды вся еда сасывается так или иначе в кровь и и начинает естественно тоже действовать и на почки поэтому если проблемы с почками что у нас там выводится азотистые шлаки значит поменьше белковой пищи то есть снимаем на русскую выводящую с почек по белку и тем самым облегчаем работу далее меньше там поменьше крахмалом ну чтоб пища была такая хорошая в целом это где-то примерно за одну трапезу съедается половина половина овощей так как у нас сейчас холодно овощи где-то тушеные тушеные овощи можно конечно свежевыжатые соки пить и салатики делать но все это должно быть опять таки в такую меру чтоб эти салатики вас не охладили вот такие вот вещи далее почки любят соль причем в умеренном количестве соль должна быть соль почки вообще работают на разности давления если давление слишком падает по моему минимальная падает можете меня там поправить то почки как фильтр перестают работать то есть им надо давление это давление обеспечивает фильтрацию и в частности вот для нормальной работы почек да впрочем для пищеварения в целом должна быть соленая пища опять таки это не значит что надо там какие-то там избытки там или еще что-то вот каждый для себя определяет насколько этой соли должно быть в организме для того чтобы нормально было пищеварение и естественно работали почки значит почки не любят жидкости которые которые сушат это особенно алкоголь то есть те люди которые так сказать регулярненько по пол-литровочке в день водочки а приходят имеют риск вызвать заболевание почек а именно почечная ткань нежная это своего рода фильтр и этот нежный фильтр пережигается пересушивается вот этими жидкостями кстати и сахара много тоже не надо сахар сахар тоже сушит организм поэтому это должна быть больше такая вот водичка вот овощные соки особо не сладкие то есть вся эта сладость до добра не доводит вот далее почки реагируют на страх на эмоцию страха они повреждаются от этой эмоции поэтому меньше чего-то там надо бояться страшиться и особенно скорее всего какой-то такой знаете неожиданный страх типа там испуга или еще чем чего-то вот неожиданно вот это все как раз опускает энергию вниз страхи махи и приводит к повреждению почек сохраняйте душевное равновесие так чтоб еще и сказал по почкам по почкам ну можно так подвести итоги такие мы что-то не собираемся разбирать все а ходим там и и думаем значит почки важны важнейший из органов вот его их надо беречь да запускаются почки вот если у вас что-то там возникло еще да вспомнилось смотрите почки боятся травм то есть удары по почкам со стороны спины там это все для них не есть хорошо особенно в детском возрасте травма получена в детском возрасте в виде там шалости или еще чего-то в пожилом возрасте аукнется крайне неприятными разного рода там болями ощущениями и прочим то есть берегите спину так почки орган горячий горячий янский они любят теплоту не переохлаждайте как правило ступни ног и почки связаны между собою поэтому 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 не не переохлаждайтесь да вот переохлаждение травмы про пищу я рассказал ну что сказать в итоге все все проблемы с почками решаемы а да как они запускаются почки почки запускается оказывается мочой для этого просто-напросто надо вот остановилась выделение мочи как правило и начинаются там проблемы вплоть до летального исхода на область поясницы кладется компресс из мочи из мочи ну человека который тут у вас рядом потому что больного у которого все так становилось нету значит этот близких человек кто там жена сын дочь внук внучка сосед и так далее соседка кладут компресс и буквально таки через час через два начинается мочеотделение при этом советуется выделившуюся мочу выпивать чтобы дальше уже свое заработало это особенно использовал амстронг влечение таких вот тяжелых случаев он там со своего собственного опыта все это увидел узнал и нам доложил своей книге вот поэтому первое это инфекции чаще всего инфекция после простуды после переохлаждения значит здесь необходимы естественные препараты убивающие бактерии там их довольно таки много различных далее постарайтесь питаться так чтобы у вас вода была мягкая мягенькая вода свежие соки свежие соки ну что еще там не боятся я уже вам говорил и в целом почки будут в нормальном состоянии и радовать вас здоровой счастливой жизнью вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас с м м Продолжение следует...